Газета номер четыре, одиннадцатый год. От издателя содержание номера Луна рекомендует в мае, познавательно-практически, какие салаты можно применять, а это как раз питание в дни Великого Поста. Я в своих газетах, проходя по постам, которые у нас имеются, я описал специально какую желательную пищу использовать в тот или иной пост. То есть в любой случае пища во время поста должна отвечать сезонности, а не просто откуда-то там продукты, там рация, сезонность питания должна быть. И многое другое. Тут как раз рассказывается о том, почему пища бывает вкусная. Вот отец Феодосий, преподобный Печорского монастыря, значит он как раз царю преподнес. В царь ему приехал, покушал, говорит, ох, какая у тебя вкусная еда. У меня, говорит, искусные повара и все там рецепты, продукты, а блюдо невкусное. А, отец Феодосий говорит, а, так у нас идут воду брать для кухни, просят благословения, с благословением разжигают огонь, с благословением готовят пищу. А у тебя все это там ругаются на кухне, и естественно вся эта информация поступает в еду, потом ты ешь и хорошие продукты отравляются нашим же мышлением негативным. А у нас наоборот, и от этого еда такая сладкая. Вот здесь это описано. Салат бодрящий, салат из тыквы с медом. Ну, во время поста можно питаться великолепно и ничуть себя не ощущать. Кстати, я там описываю целебную функцию поста, в чем она заключается. Ну, то в следующий раз. Так, опыт читателей. Кстати, вот интересно, да? Картина из голубого берила, это из тибетской книги, где тибетские врачеватели проводили процедуру кризмению. И залили, потом подняли его вверх, чтобы залилось. И ждут, пока этот настой, раствор не подействует, чтобы потом все изъять изнутра человека. Ну, и что вот, в связи с этим я вот глянул, сразу мысли. Вот у нас в желудочно-кишечном тракте, из-за неправильного питания, в первую очередь, именно там. Потому что в крови, в лимфе, в межклеточной жидкости, в клетках, там, ну, могут, конечно, разыгрываться какие-то болезнетворные процессы. Но условий для их возникновения гораздо меньше. Практически нету таких, вот, знаете, это надо удар, паразиты, что-то такое. А зато в желудочно-кишечном тракте, в основном, пожалуйста. Хоть каждый, будем говорить, после каждой еды, может возникнуть инфекции. Что-то не так съели. Что-то даже хорошие продукты смешали не таким образом, они стали неудобоваримые. И там сразу же такая размножаются бактерии, возникают яды, все это всасывается, и пошло поехало. Вот я слушаю рекламу, там, про, там, немезима, там, как средство от вздутия, которое... Короче, я, интересно, слушаю вот эту всю рекламу и поражаюсь, насколько она тупая, безмозглая, безмозглая и неинформативная. Вот, значит, от вздутия, значит, применяются, там, говорят, такие вот средства, которые схлопывают эти шарики, которые дуют. Не шарики схлопываются, а уничтожаются бактерии, которые ведут брожение аниения с образованием газов. Какие там шарики? Ну и другое там, там, где надо сказать, что это действует быстро, то есть лечение происходит там быстро, а сказано сильно. А какое значение имеет сила к процессу, понимаете? Лечение должно пройти быстро, а не сильно. Ну, глупость. Я уже молчу о рыбьем жире, который там в капсулах, говорят все, что угодно, знаете, какой-то недалекий человек все это сделал. Видите, я ругаться уже не могу, потому что знаю силу слова. А рассказано все, что угодно, кроме того, что делает рыбий жир глубоководных рыб. Почему глубоководных рыб? Да потому что жир глубоководных рыб не замерзает. Там температура плюс 4 по Цельсию, и этот жир, он не замерзает. И при попадании в организм человека, он также начинает расплавлять все остальные жиры, которые у нас там имеются, в том числе холестериновые бляшки, и очищает сосуды. И этого не дошло до них. Кто это заказывает? Да обращайтесь ко мне. Я вам такую рекламу забабаху, что с учетом всех слов, с учетом смысла, что это же будет. Ого-го! Так, это интересно и важно. Мотив. А это как раз про поле Брега. То есть это я вот начинаю рассказывать об системах оздоровления. Как они появились? Вот в частности о поле Бреге. То есть вот как человек... Что послужило мотивом. Потому что не каждый человек изобретет какую-то там систему оздоровления. И вообще займется оздоровлением. Должен быть мотив. Мотив такой, что я был хилым ребенком. С момента рождения у меня было слабое сердце. Даже в современной больнице такие дети требуют очень большего внимания. В течение первых 2014 месяцев шла постоянная борьба за мою жизнь. Я страдал сильными сердцебиениями. В 8 лет меня свалил ревматизм. Ревматическая лихорадка. Я в течение 10 дней находился между жизнью и смертью. Ну короче он переболел всеми мыслями и немыслимыми болезнями. Потом начали развиваться у него синусит, астма, бронхит, а затем туберкулез. Смотрите. Вот вообще-то вот знаете. У меня есть способность выуживать информацию и раскручивать ее. Вот болячки. Синусит, астма, бронхит, туберкулез. Туберкулез. Представляете? Туберкулезная палочка и как дальше жить. Первоначальная помощь у него была. Я провел несколько лет в санаториях, где меня приговорили к смерти. Казалось бы, надежды выжить нет. Но почему вот так все происходит? С самого, знаете, вот в рождение так пошло и поехало. Потому что не знают, как поставить организм в такие условия, в которых он сам себя восстанавливает. Мы, система, постоянно самообновляющаяся. Дайте нам то, что нужно для обновления и условия для этого. И мы полностью обновимся сами без всяких там докторов. Потому что природа лечит, а доктора помогают в лучшем случае. Все. И, значит, что вот как раз вот он, поле Брех, через все это прошел на своем, понимаете, на своей шкуре. Через все это, через болезни, через здоровый образ жизни. И пришел, как это надо сделать. То помимо там свежего воздуха, там осанки, там разума, там 9 докторов перечисляют. Первое, это с помощью голодания создавались условия. Голодание создавало условия для выведения лишнего, вредного и нормализации. И одновременно укрепляет. Вот. Далее, что там шло? Шло правильное питание. Плюс на свежем воздухе физические движения, упражнения. И все. Вот в первую очередь он пишет, вредные привычки. Вот нас привыкли там, кофы с молоком или еще что-то. И пошли мы. Кофы с молоком и не хотим отказаться. А тем более, там, закурили. Будем оправдывать себе как угодно, но только не это. И как только все это произошло, здоровье стало нормализоваться. А далее он из доходяги, который должен был умереть лет в 10, да? Дожил там до 90 с лишним лет. То есть стал долгожителем. Где-то в 96 он умер. Литературная страничка. Рассказываю, как Петрович, то есть я, не голодал, что там делал. Вот как раз 29, это 29 день идет. Что, каким мыслями посещать, что делал там. Ну и все эти рассуждения я там привожу. Редактор субтитров А.Семкин